Шалом браха! Сегодня мы поговорим о месть, сладкая месть, никама. Можно ли мстить? И мы не говорим о какой-то кровавой мести, мы... Допустим, простой пример. К вам приходит человек и просит, скажем так, вы приходите к кому-то, и вы просите от него одолжить вам молоток. Этот человек, хотя у него целая коллекция молотков, он говорит, что нет, он не хочет вам давать. Без какой-то причины он не дает вам. Хорошо, что делать? Нет, так нет. На следующий день, как это бывает, у этого человека сломали все молотки. И он приходит к вам, он стучится в вашу дверь и говорит, что можно одолжить ли у вас молоток. Теперь, можно сказать, достаточно логично, рационально сказать, что ну, извини, но вчера я просил у тебя молоток. И да, это такое простое одолжение. И ты сказал нет, так что, знаешь, ты мне не дал молоток, я тоже не дам мне молоток. Если человек это делает, он нарушает запрет Торы, да, так же, как другой, человек сказал, шанара, засловие или какие-то проклятия, или другие скушают что-то некошерное. Так же мстить, это запрет по Торе. Окей, приходит этот человек и говорит, что можно ли одолжить у вас молоток. Теперь, вы только что выучили, нельзя мстить. Поэтому вы ему говорите, смотрите, дорогой, я не как ты. Ты вчера мне не одолжил молоток, но я не как ты. Вот тебе молоток, и вы даете ему молоток. Это можно? Вы не позорите его перед другими людьми, вы никому это не говорите, вы просто ему, это констатируете факт. Вчера в той же ситуации, да, ты поступил так, я не буду поступать, как ты, вот тебе молоток. В Торе есть еще один запрет, называется нетира. Есть никама, это месть, есть нетира, это так же. Натирать слово лентор, это подождать. Ты чувствуешь вот эту вот обиду или ненависть в сердце. И ты говоришь, но я не как ты. Это так же запрещено по Торе. Да, это совсем, кто бы так не подумал. Я вроде бы ему, я не мщу ему, я дал ему, но я просто даю ему понять, что я действительно не веду себя как-то. Как же так как-то можно понять? В рамбам объясняет, что сам смысл, почему Тора запрещает месть, кроется в том, что любое общество, если мы хотим какую-то, достичь какую-то гармонию между друг другом и жить в хороших отношениях, поэтому, если люди будут мстить друг другу, значит, все будет так на штыки, если что-то, а, ты сделал мне так, я тебе отомщу, я тебе покажу, а, так далее, обычно это будет эскаляция, это будет еще больше, и нет границ. Поэтому, объясняет рамбам, что, чтобы для нашего общества существовать в мире и в гармонии, поэтому запрещено мстить. И натира, вот этот вот, даже когда я не мщу ему активно, но я напоминаю ему о том, что он сделал для меня, так как я об этом помню еще, и это для меня настолько важно, что я тоже это ему говорю, тогда это приведет, что в следующий раз я еще ему отомщу. Поэтому в Торе запрещается, что даже если я не отомстил, но напоминаю об этом, это также запрещается. Хорошо. В Хинух, в сейфе Хинух написано другая причина. Там говорится о том, что, что это значит, что человек сделал мне что-то плохое, что-то злое. Это случайно так получилось, ему пришло что-то в голову, и он сделал для меня что-то плохое, что на самом деле я не заслужил. Не может такого быть. Хинух объясняет, что человек должен верить, быть уверенным, что если это случилось, значит, могиле, я заслужил это. Как собака, которая зла на палку, которые ее бьют, да, так, если я буду злиться на этого человека, я буду считать, что вот он, он навредил мне это все из-за него, это я тогда как бы не понимаю вообще, что здесь происходит, я не вижу всю картинку. Поэтому, как доказательство моей веры в Творца, мы должны показать, что когда происходит что-то неприятное, что-то плохое, кто-то мне навредил. Я должен предпринять какие-то средства безопасности, чтобы это не произошло еще раз, но мстить и так далее, это нет. Тут нужно понять, что если человек занимается самозащитой, это разрешается. Если ребенка начинает какие-то его, соклассники начинают его бить, то это, если он будет защищаться, это не месть, это самозащита. Это не просто разрешается, это нужно делать. Но когда это происходит на следующий день, если кого-то сделали какой-то вред, и потом на следующий день, и в какое-то время он делает то же самое этому человеку, это называется месть. Поэтому Хенуха говорит, что если у нас есть вот эта вот ясность и вера, что ничего не происходит просто так, это на самом деле все оркестровано сверху, тогда мне будет гораздо легче перебороть себя и не идти вот за этим инстинктом мести. Рассказывается, что были две сестры, которые у них были страшные враги, у них были ужасные отношения. Всю жизнь, всю свою жизнь они постоянно старались как-то навредить друг другу, как они могли бы. И уже, когда одна из них состарилась, и она уже была при смерти, она уже была без силы, лежала, то она попросила своих близких, чтобы они позвали ее сестру. И это было очень трогательно, потому что наконец-то все-таки она поняла, что нужно помириться. И сестра действительно даже обрадовалась, когда она услышала об этом. И она пришла к ней, она уже лежала совсем такая, совсем осталась ей совсем немножко, нет сил. И она позвала свою сестру поближе, чтобы она как-то с ней могла еще коммуницировать, потому что она не могла действительно даже встать с постели. Когда она подошла ближе, она попросила ее наклониться. И когда она наклонилась, то вдруг она собрала всю свою силу, она схватилась, схватила за эту сестру и начала ее стараться укусить. Она стала ее укусить, и действительно, ну, чуть ли там, ну, там, было, все было в крови. Это показывает, что если у человека нету вот ясности во всем, что происходит в этом мире, у него нету, он никогда не работает над собой, он никогда не будет стараться пересилить свои вот эти вот внутренние позовы, такие, как бы, свои животные, чувства, это яцарара, тогда, к сожалению, это может быть, это уничтожает всю свою жизнь отношения с близкими и неблизкими. И даже при смерти, да, этот человек не сможет понять и посмотреть на вещи правильным взглядом. В Торе, когда говорится око за око, да, и рука за руку и так далее, и так далее, это не говорится о том, что нужно мстить, да, наоборот, это говорится о финансовых отношениях, что если человек начал какой-то ущерб, то действительно он должен за это платить. И справедливость, да, и никама, месть, да, это меда, это качество, которое действительно говорит о справедливости. Но это мы оставляем Творцу. Творец знает точно, когда и кому что полагается. И он действительно, каждый получит, в конце концов, мера за меру. Это не наша забота. От нас ожидается, что мы, да, пересилим себя. И настолько часто мы видим, что на самом деле очень многие трения, очень многие споры и разногласия и ссоры, они идут из-за недопонимания. Люди на самом деле как-то что-то, они приняли не в ту сторону. И тогда, потом это идет эскаляция, цега, цега. И чтобы это остановить, да, вот именно и Рамбам, понимая, как он объясняет это, и Хынух говорит нам точно, что когда мы смотрим на эти вещи правильно, тогда мы, да, действительно сможем найти, вернуть эту гармонию отношений с близкими, и соседями, и кто бы то ни был, у Рамбисон Коралец, он выразился так, когда кто-то очень плохо себя повел с ним, а его оскорбил. И он совершенно был полностью спокоен, не отригрывал на это. Когда его спросили, как, как, откуда он берет такие силы? Он говорит, это очень просто. Он говорит, что здесь случилось? Если в небесах я достойный человек, да, я что-то действительно там считаются со мной, тогда какая у меня разница, что происходит здесь? Какого-то волнует то, что кто-то меня обидел, скажет, какая разница? Главное, что там наверху действительно я чего-то достиг. А если на небесах я не считаюсь ничем особенным, то что бы ни происходило здесь, это действительно, я этого заслужил. Тогда как бы это ни было, тут нечем выходить из себя, тут нечем беспокоиться, нечем нервничать. Эта перспектива, это, опять же, не что-то, что мы можем переключиться и достигнуть в один момент. Когда мы начинаем уже думать об этом, и когда это происходит в маленьких вещах, кто-то нам как-то там не уступил на улице, кто-то где-то в офисе у врачей, что бы то ни было, у нас постоянно какие-то ситуации, где мы видим вот это, как я отреагирую. Отреагирую сейчас же сразу же вот так вот, значит, с конфронтацией или нет, я смогу переселить себя. Моя за США, если мы сосредоточимся на этом, мы работаем, мы обратим на это внимание, тогда действительно это приводит так много гармонии в нашей жизни. Спасибо.